Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич и вы на канале Как Похудеть. Я похудела уже на 39 кг и в своих видео делюсь своим личным опытом. Рассказываю о том, что для снижения веса совсем не нужно сидеть на диетах. И конечно же делюсь с вами рецептами, тем самым отвечая на главный вопрос. Что съесть, чтобы похудеть? Сейчас лето, это замечательный сезон фруктов и овощей. И вы меня спрашивали, есть ли у меня рецепты каких-то блюд с баклажанами. Конечно есть, потому что я живу в Астрахани и просто обожаю овощи. Сегодня я с вами поделюсь простым и быстрым рецептом. Из баклажанов, без мяса, зато с творогом, зеленью и чесноком. Это будет очень по-летнему, супер ароматно и вкусно. Итак, приступаем к приготовлению. Для начала посмотрим, что нам понадобится. Вот такие три небольших баклажана. Небольшие опять для того, чтобы они пропеклись и много времени на запекание у нас с вами не ушло. Также, вы видите, я их немного располосовала. Это нужно для того, чтобы те части, где осталась шкурка, выступают в виде ребер жесткости. И хвостики у баклажанов я также оставила. Пачка творога. Здесь у меня 200 грамм. Творог у меня жирностью 5%. 50 грамм твердого сыра. Я его уже натерла. На терке сыр у меня свали 45% жирности. Одно куриное яйцо. Ну, какое же летнее блюдо из баклажанов может быть без зелени? Конечно, зелень. У меня здесь лук зеленый, укроп и зелень петрушки. Очень-очень чесночный для меня рецепт, потому что я люблю чеснок и добавляю его много. Здесь не считанное мное количество зубчиков. Вы, конечно же, добавляете на ваш вкус. Либо от чеснока отказывайтесь совсем, либо можно добавить порошок чеснока. Также нам понадобится самая обычная соль и растительное масло для того, чтобы смазать наши баклажаны и запечь. Потому что без масла они не запекаются. Итак, приступаем на первом этапе. Мы беремся за баклажаны, отправляем их в духовку. Так что не забывайте сразу включать ее на 200 градусов. Теперь я беру вот такой один баклажанчик. Разрезаю его хорошенечко, но не на сквозняк. То есть вот так. В будущем это будет конвертик. Со всеми баклажанами я поступаю таким же образом. Делаю вот такой надрез. И этому мы тоже сделаем надрезик. Я баклажаны, честно, никогда не замачиваю. Правда, не встречала с тем, что они горькие. Но соль нам нужна для того, чтобы баклажан немного... Чтобы он у нас пропекся. Поэтому я сейчас их прямо в этой таре, в которую буду выпекать. Я их присаливаю и натираю солью. И, конечно, ту часть, которая у меня находится внутри, я тоже не стесняюсь промазываю солью интенсивно. Всю ту соль, которая оказалась лишней, я просто высыпала. Наливаю растительного масла на дно формы. Наливаю щедро. Потому что, во-первых, конечно, мы смажем просто форму для выпекания. Потому что баклажаны очень любят масло. И если мы хотим действительно очень хорошо и вкусно их приготовить, то без того, чтобы их хорошенько умаслить, не обойтись нам. И, конечно, в наш разрез масла мы, конечно же, тоже добавляем обязательно. Так же поступаем со следующим. Вот такие спраб-процедуры мы провели для баклажан. Сначала мы им сделали скраб и соли. Теперь я их хорошенечко смазала растительным маслом. И отправляю в духовку на 200 градусов. Ждем 20 минут, пока они подпекутся. Теперь, пока у нас есть 20 минут, мы подготовим начинку для наших баклажанов. Потому что, да, очень много рецептов с мясом. Но мне сегодня лень с творогом быстрее и очень-очень вкусно. Благодаря чесноку очень ароматно. Давайте приготовим нашу начинку. У меня творог в брикете, поэтому я его просто буду разминать вилкой. Если ваш творог более зернистый, то вы можете пропустить его через блендер. Теперь я добавляю туда одно яйцо. Сейчас сразу же отправляю сыр. Сыр я тоже специально натерла на мелкой терке. Конечно же, мы добавим немного соли и перца по вкусу. Обязательно сейчас разотрем зелень и чеснок. И добавим в нашу начинку. Для того, чтобы наша начинка была очень ароматной и вкусной, я не просто добавляю к творогу яйцам зелень. Я, конечно, растираю ее с солью. Я делаю это так. Возможно, кто-то пропустит через блендер. Мне, честно, больше нравится по старинке. Зелень я очень-очень интенсивно растерла до того, что она дала сок. Теперь я отправляю ее к нашей творожной начинке. И следом прямо в эту мисочку отжимаю чесночок. Добавляем чеснок к смеси творога и зелени. Пока мы все это делаем, пошел уже аромат подпекающихся баклажанов. Значит, у нас будет замечательная баклажанная закуска. А я лично собираюсь использовать эти баклажаны как гарнир на ужин. Несмотря на такое количество чеснока, я еще и поперчу. Перчу я совсем немного, потому что с перцем у меня отношения не такие, как с чесноком так сложилось. Теперь, конечно же, я нашу замечательную творожно-зелено-чесночную начинку перемешиваю. И просто убираю в холодильник до готовности баклажанов. Прошло 20 минут. Баклажаны подпеклись. Посмотрите, как замечательно румяны они выглядят. Они здесь тоже уже мягкие, готовы к тому, чтобы мы их начинили творожной начинкой. Конечно, для того, чтобы баклажаны получились сочными и не сухими, мы сейчас с вами приготовим самый простой сметанный соус на свете. Мы просто смешаем пару чайных ложек сметаны с водой, солью и перцем. И потом наши баклажанчики этим замечательным соусом зальем. И будем выпекать их уже до готовности. Вот такие щедрые ложечки. Раз и два. Две чайные ложки сметаны. Я развела в 200 мл самой обычной кипяченой воды. А сейчас я добавляю перчик. Конечно же, мы все это делаем по вкусу. И немного присаливаю. Теперь начинаем начинять наши баклажаны ароматные. Нашей замечательной творожно-зелено-чесночной начинкой. Сейчас, когда баклажан уже мягкий, мы его немножечко вот так раздвигаем, чтобы получилось вот так красиво. Во-первых. Во-вторых, чтобы туда уместилось как можно больше замечательной сочной начинки. Вот так щедро я добавила начинки. Теперь заливаем самым простым на свете сметанным соусом наши баклажаны. Эту красоту мы отправляем в духовку на 200 градусов еще на 20 минут. И как в сказке, мы увидимся с вами и посмотрим, какие восхитительные баклажанчики с творогом без мяса у нас получились. Вот они, красавчики. Я сейчас подойду поближе, и вы можете услышать, что они еще шкварчат. Вот такие замечательные баклажанчики получились. Сейчас я их сервирую на тарелочку и покажу, как восхитительно аппетитно они выглядят на разрезе. Вот такие румяные, аппетитные получились наши баклажанчики с творожной начинкой. Это то, что нужно. Баклажаны и творог дадут и сытость, и легкость, потому что не всегда хочется готовить с мясом. Поэтому я поделилась с вами и вот таким рецептом. Мы его очень любим. И летом, конечно, готовим очень часто, потому что это просто быстро и просто безумно вкусно. Поэтому, если вы не готовили еще ни разу баклажаны с творожной начинкой, обязательно это сделайте. Вы должны почувствовать этот вкус. Сегодня я очень рада, что поделилась таким рецептом с вами. Как всегда, жду ваши отзывы, ваше мнение в комментариях. Всегда с удовольствием с вами общаюсь. И, конечно, вы знаете, как оценить нашу работу. Просто поставьте лайк. Нам будет очень приятно. Кто не подписался, подписывайтесь скорее на канал. Я вас приглашаю в наше классное и позитивное сообщество. У нас здесь очень хорошо и, конечно, очень вкусно. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем добра, любви и, конечно, таких аппетитных баклажанов с творогом и зеленью.